Михаил Успенский. Кого за смертью посылать? Часть первая. Глава шестая. Конь взял и заплатал. Федерико Гарсия Лорко. Хозяин ярмарки поставил фонарь на стол и уселся. Вы тоже садитесь, предложил он, и Жихрид только тут сообразил, что стоит. Мутило досадливо кряхтел. Нечего кряхтеть, сказал Полилюй. Сам виноват, нарушаешь уговор. Будьте тому рад, что тебя с ярмарки не гонят. Нет, он мошенничать вздумал, мое доброе имя позорить. Че мошенничать, че мошенничать, заирепенился Мутило. Уж нельзя честному водянику и по торговым рядам пройтись. В следующий раз, сказал Полилюй, я у каждого входа рядом со стражниками поставлю по воничему козлу. Вонь люди стерпят, зато тебе не будет ходу и твоему обманному товару. Коня вашего я посмотрел, все понял. А что коня? Конь боевой, нелеченый. Конь водяной, сказал Полилюй. Эту шутку мы уже знаем. Ее еще деды и прадеды наши знали. А вы все не унимайтесь, держите нас за дураков. С этими словами старичок полез за пазуху, вытащил оттуда свиток, развернул и, пододвинув фонарь, стал читать. В прошлом году в городе Багдаде водяной джинн Салил ибн Каптил пытался продать водяного коня царевичу Лохмату. Каковой царевич Лохмату, платив 8,5 тысяч золотых динаров и 4 штуки сяупинского шелку, сев на вышеозначенного коня, был едва им не утоплен в реке Тигрис. Водяной джинн был разоблачен базарным старостой Джафаром. Каковой староста загнал джина в медный сосуд, предварительно налив туда горькой жидкости, именуемый тоником, и запечатал сей сосуд печатью халифа Мухаппада ибн Баламута. Хрен с ними обоими, ясно? В городе Ставратные Фивы... А я-то тут при чем изумился, Мутила? Меня в этом Багдаде и близко не было. А при дом, заревел старичок так, что богатырь вздрогнул. Ныне все ваши воровские мокрые дела на ярмарках и базарах немедленно обнародуются и сообщаются во все страны света. Думал, в нашей лесной глуши пройдет? Чтобы с солнышком вашего духу здесь не было. Богатырь тем временем пошарил под лавкой, вдруг колобок чего подскажет. Но с ума хранила одну пустоту. Сперли гомункул, а с досадой и жалостью подумал жихарь. Что же я, своего коня не смею продать, честно выигранного в кости не унимался Мутила. Отчего же не смеешь? Имеешь полное право, но с уздечкой, понял? И поводья передавать из полы в полу, как положено. Я сам на конный торг завтра выйду и посмотрю. Я его цыгану Мари намеревался продать. Мутила набычился, как нашкодивший недолеток. Его обмануть, святое дело, скольких он обездолил. Пусть самка пострадает. Замары здесь тоже приглядывают, не сомневайся, сказал Полилюй. Конечно, можешь его обмануть, только не у меня на ярмарке. Выведи за ограду и обманывай. Жихарь поднялся, сделал несколько шагов и встал, обняв столбу выхода, словно посторонний человек. В почерневшем небе проявлялись несметные звездные силы. А тебе, князь, и вовсе срамно участвовать в таком деле, сказал Полилюй. Только не вздумай мне чужим именем назваться. Что люди скажут? С кем ты связался? Перед тобой, отец, не стану прикидываться. Жихарь повернулся к обличителю. Нет, хорошей жизни это. Прошлый год в моем княжестве одни мухоморы только и уродились, хоть косой их коси. Вот и накосили бы, насушили, да нынче варягам и продали с великим прибытком, сказал Полилюй. Был бы в твоих годах, так и сам бы догадался, ответил Жихарь. В общем, даю тебе княжеское и богатырское слово, что коня продадим, как положено, с уздечкой и с проводями, и с полу в полу. Деньги нужны неотступно. Слово дано, свидетелей мне не нужно, сказал хозяин ярмарки и, пожелав доброй ночи, исчез во тьме вместе с фонарем. Ты с ума сошел, сказал Мутилов. У этого Полилюя везде глаза и уши. Что, вот так за здорово живешь, отдадим Маре нашего Налима? За здорово живешь, не отдадим, послышался голос Колобка. Меня тут в уголку кое-какие мысли посетили. Ты где был, лахнул Жихарь? Да так прокатился вокруг, сказал Колобок. Устарелую эту я в оригинале слышал и даже видел. Очень жизненная вещь. Мы, господа товарищества, действительно сделаем все по-честному, только не будет цыгану Маре от этой покупки радости. А вот вам спокойной ночи не пожелаю, потому что... И он не спеша, загибая пухлые пальчики на маленькой лапке, стал объяснять товарищам, что именно они должны сделать до рассвета. Как же их всех в темноте поймать? Это невозможно, не согласился Жихарь. Лучше уж как положено, из полы в полу. Воистину, дай вору золотую гору, он и тупо промотает, вздохнул Колобок. Вы только наловите, а я уж договорюсь с ними по-своему. Эх, эту честную работу можно выполнять спустя рукава, а мошенничать следует на совесть. Аукцион, догадался Мутила. Верно, сказал Колобок. Даже два аукциона. Один вверх, другой вниз. Для того, чтобы изменить внешность, богатырю не требовалось множественных усилий. Достаточно было просто прикинуться дурачком, а делать это он умел и любил. Расчесал рыжие кудри на прямой пробор, носовал в бороду веточек и щепочек, разул правую ногу, оставив левую в сапоге, вытрещал глаза и разинул рот. Теперь никто не подумает, что князь. Жихарю как-то довелось услышать рассказ об одном заморском королевиче из-под гнившего королевства. Тот, чтобы вывести на чистую воду своего дядюшку через убийство родного брата, взошедшего на престол, вот так же прикинулся дурачком, и все у него получилось как надо, за исключением одного. Всех убил, но и сам в живых не остался, напоровшись на отравленный клинок. А на престол вскарабкался какой-то через 33 колена племянник. Конское торжеще огорожено было плетнем и делилось на две части. В одной стояли продавцы со своими скакунами, в другой толпились покупатели. Конь были самые разные, от толстоногих битюгов до точенных скакунов, от старых одров до жеребят, от вороных до белоснежных, от мохнатых стекных лошадок до гордых пустынных аргаматов. Торговля тоже шла на разных языках, а то и вовсе на пальцах. Покупатели швыряли шапки озимь, продавцы клялись своими богами, покупатели в гневе делали вид, что уходят, продавцы хватали их за руки. Цыгана Мару было видно издали по красной рубахе. Он самолично не подходил к коням. К нему их подводили бойкие цыганята, повинуясь указующему персту, венчавшему длиннющую руку. Великий знаток лошадей даже не снисходил до ощупывания бабок и в зубы не заглядывал. Вот он то и дело морщился, сбивая цену, хотя рядом с ним стоял под присмотром тех же цыганят туго набитый мешок. Жихарь входил в ограду по отстав от мутилы, высокомерно шествующего с налимом в поводу. В левую полу кафтана мутила была ночью предусмотрительно зашита губка, впитывающая влагу. Жихарь на одном плече нес суму с колобком, вытрощенным глазом следил, наблюдает за ним полилюй. Хозяин ярмарки действительно поджидал их, усевшись на широком дубовом чурбаке. Рядом с полилюем стоял стражник, державший веревку, на которой попривязан большой черный козел. Полилюй встретился взглядом с водяником и напоминающим отнул головой в сторону козла. Мутила съежился и подобострастно закивал, разводя руками в знак безусловной честности своих намерений. Когда налим ступил на торг, всякие разговоры на словах и на пальцах прекратились. Продающие и покупающие во след за жихарем поразинули рты, но ненадолго, потому что народ подобрался тертый, неполоротый. Мутиле даже не пришлось, подобно остальным продавцам, громким голосом выкрикивать, нахваливая достоинство своего товара. Поскоки горностаевы, повороты заячьи и дополеты с Соколиной все и так были не без глаз. Даже гордый цыган превозмог себя. Самолично подошел к налиму, похлопал его по бокам, поползал в ногах, завернул губу, прощелкал ногтем зубы и аж поцеловал от восторга. Начался, как и задумал колобок, аукцион. Длился он недолго. Мара, видя, что народ собрался вовсе не бедный, после третьего или четвертого повышающего цену ауканье назвал число столь великое, что никто после этого аукать не решился. На эти деньги можно было прикупить небольшое княжество. А полилюю себя на чурбаке даже подпрыгнул, поскольку со всякой крупной сделки полагалась ему доля. Мутила начал стаскивать с налимовой мордой уздечку. Полилюй в гневе привстал. «Эй, нет», — сказал цыган Мара, «у вас, дорогой, продай вместе с уздечкой». «Да разве это уздечка?» — удивился Мутила. «Да она ж давно струхлявила. Стоит на знатоку с такой налюди показаться. Это уж я по бедности своей никак на новую не наскребу». «Друг любезный, мне и старенькая сойдет». «Понимает, что к чему», — объяснил Колобок из Сумы. «Прекрасно он сообразил, что закон не впервые такого покупает». «Что ему за корысть?» — спросил Жихарь. «Ветхая уздечка рано или поздно порвется и уйдет на лим, словно рыба сквозь дырявую вершу». «Хе», — сказал Колобок. «Сперва цыган потешит себя в воле, ведь загнать до смерти водяного коня нельзя, да и покалечиться он не может. А потом продаст его в Тридорога где-нибудь в полуденных странах какому-нибудь владыке. Среди них такие любители водятся, что и жены детей отдадут заклад, не говоря уже о державе, чтобы достать себе подобное чудо». Тем временем торговый договор свершился. Поводья на лима были перешно переданы из полы в полу. Цыган Мара начал отсчитывать деньги. Золотые кругляши отгоняя цыганят от мешка. Мутила ему охотно помогал в этом. Неспеша подошел ярмарочный старосту Кулелюй приглядеть за добросовестностью расчеты и получить причитающиеся. «Налог с продаж не захочешь, да?» — дашь, — приговаривал он. Налог был здесь устроен так хитро, что пришлось доплачивать и Мутили, и цыгану, что несколько отравило обоим радость от сделки. Мара, впрочем, быстро утешился, вскочив на новообретенного коня. Толпа раздалась к ограде, и великий наездник показал, на что они в паре с таким скакуном способны. Налим помчался вдоль ограды, прилегая на поворотах к земле, но всадник без седла и стремян держался прочно. Жихрь вспомнил свой собственный страх во время скачки по лесу и покраснел. Мара тем временем прыгнул коню на спину и стал отбивать чечетку, выкрикивая «Ай, сгитер на головы!» Потом подскочил, перевернулся в воздухе и встал на руки. Налим бежал с прежней резвостью. Заядлые лошадники закричали здравиться коню и всаднику. Такое даже за деньги и на ярмарке нечасто увидишь. «Да же жалко его коня лишать», — сказал жихрь к лапку. «Уж как я на мару зол, а все равно жалко. Теперь меня Налим совсем уважать не будет». «Ничего», — откликнулся гомункул, — «выучишься со временем не хуже, а проучить его надо ты и полилюя тоже». «За что полилюя-то? Он же честный». «Он не честный», — вздохнул колобок. «Он принципиальный». «Это как?» «А вот так. Принципиальность — это та же честность, только себе на выгоду. Понял разницу?» Жихрь кивнул. Он и раньше эту разницу понимал, но не знал, как она называется. Теперь узнал. Тем временем цыган снова уселся на конскую спину, несколько раз поднял Налима на дыбы, после чего крикнул мутили. «Продешевил, родимый!» Разогнал коня, перемахнул сперва через ограду торга, толпа за оградой раздалась в стороны, потом через куда более высокий чистокол, что обычному коню было бы, конечно, не под силу. «Поминай, как свали!» — ахнул богатырь. «Вернется, никуда не денется», — сказал колобок. «Это конь не притомится, а цыган не железный. Ты давай-ка помоги ему утереть в защите денежный мешок, да постояла в двора, и сразу сюда возвращайся. Все делай, как уговорились, понял?» В толпе никого, кстати, не удивило, что дурачок толкует о чем-то собственной суммой. А с кем ему еще тут толковать? Богатырь протолкался к водянику, с кряканьем закинул добычу за спину и под покрасневшими от зависти очами людей потащил к постоялому двору. Полилюй нагнал их у самого крыльца. Был он уже без стражника и без козла. «Вот можешь ведь честным быть, если захочешь», — похвалил он водяника. «Всегда бы так». «Могу», — сказал мутило. «Хоть под водой, хоть на суше». «А коня-то жалко», — поддразнил Полилюй. «Жалко», — сказал мутило. «Только готов биться об заклад, что конь к вечеру снова наш будет и без всякого мошенничества на чистом разуме добром возьмем по-хорошему». «Об заклад», — задумался Полилюй. «А велик ли заклад?» «Да вот же он!» — мутило показал на жихря с мешком. Полилюевы глазки, тоже, кстати, покрасневшие, мгновенно загорелись. «Была, не была, бьюсь. Но если чего замечу, вы и этих-то барышей у меня мигом лишитесь». Побились при свидетелях. Жихрь вернулся на конское торжище. Торги приувяли, шли неход, как все вспоминали недавнюю сделку и были недовольны собой. В скорости вернулся и цыган Мара. Он вспотел, и, чтобы не застудиться на ветру, вел налимы мелкой рысцой. «Добрый конь, дяденька», — тонким голосом сказал Жихрь. «Дай покататься». Мара спешился, поглядел на рыжего дурачка, с сожалению, пошарил в карманах, но тряника не нашел и для утешения щелкнул богатыря в лоб. Жихрь не показал обиды и молвил, «Только, что это конь тебя обнюхивает?» «Где?» — не поверил. Мара оглянулся и увидел, что налим, раздувая ноздри, вправду втягивает в себя воздух. Конь обнюхал нового хозяина с головы до ног, потом жалобно заржал. Цыган помрачнел. «Дяденька, а правда ли сказывают, кого конь понюхает, тот сегодня же помрет?» — спросил богатырь все тем же придуренным голосом. «Одни бабы такое болтают, да еще вот сущие глупые, вроде тебя», — проворчал цыган. По конской морде покатились крупные с гусиное яйцо слезы. «Видишь, Баро, он тебя уже и оплакивает», — сказал Жихрь. «Купил лошадку, а покататься в слойсти не придется». И сам заплакал, предварительно себя же ущипнув как следует. «Вздор, говоришь, Гаджо!» — утешил его цыган. Правда, в голосе его уверенности не водилось. Тут сверху послышались отвратительные звуки. Мара задрал голову. Над ним кружился большой черный ворон, непрерывно разевая клюв и хрипло-каркая. Чтобы ни у кого не возникло сомнений, кому именно предназначено карканье, ворон еще и опростался на красную рубаху. Мара вскинул вверх долгие свои руки, но черный оскорбитель уже был таков. «Ой-ой-ой», — сказал Жихрь, «это уже точно к покойнику». Мара, ругаясь, по-своему оттирал рукав. «Где-то в глубине ярмарки ни с того ни с сего заорали петухи. Дяденька Баро, берегись, где-то смерть твоя ходит». Дурачков бить не принято, а вот прислушиваться к ним люди прислушиваются, сколь отважны бы они ни были. «Дяденька, у меня на тебя глядючи переноси и чешется», — испуганного скликнул богатырь. «Значит, о скорой смерти слышать». Вокруг них начали собираться люди. Цыганки из Мариного табора, услышав, в чем дело, начали потихоньку тревожиться. «У тебя нынче сад, дяденька, не поздно ли зацвел?» — продолжал неугомонный дурачок. «Откуда у цыгана сад?» — огрызнулся Мара и грубо отпихнул Налима, который продолжал его обнюхивать. Прибежал маленький, рыжий, как жихрь, лохматый пёсик, сел возле цыганских блестящих сапог, склонил мордочку вниз и завыл. Так пронзительно, как воют собаки только по ночам, да к тому же далеко не всякой ночью. Цыганки словно того и ждали. Подхватили. Бесшумно выпрохнула откуда-то не эта пырь, которому среди бела дня вовсе не полагается летать. Сделал круг возле цыганской головы и сгинул. Приковыляла, наконец, избежавшая от продажи рябая курица. К хвосту её прилипла здоровенная соломина. Она поклевала Мару в сапог и запела петухом. «Ой-ой-ой!» – стонал жихрь. «Не к добру ты, дяденька, этого коня купил! Ты через него смерть примешь, такое дяденька даже с вещами князьями бывало!» Бедный цыган оказался как бы в некоем роковом круге. Он озирался, не зная, как унять худые предзнаменования. «И ещё мы же тебе портки прогрызли!» – добил его жихрь. «Эх, закрылись все радости и встретились напасти!» Мара задрал подол длинной рубахи, поглядел на свежую дырку во классных штанах и схватился за голову. Цыганки окружили его, оттеснив богатыря, залопотали. «Дело сделано!» – сказал себе жихрь и отдалился за ограду, но красную рубаху из виду не выпускал. Через какое-то время он увидел, что Мара схватил за рукав купца в полосатом одеянии с повязкой на голове. Цыган показывал наханя, макал руками. Купец долго не понимал, в чём дело, а когда понял, запрыгал от нежданной удачи. Чего уж там Мара ему наплёл, как сумел объяснить внезапную продажу себе в убыток драгоценного жеребца, слышно не было. Били по рукам, передавали поводья. Цыган с пёстрым своим и шумным окружением спора собрался и подался прочь, оглядываясь на курицу с пёсиком. Налим лизнул купца в ухо и тоже стал обнюхивать. Жихрь запрыгал на босой ноге к новому коневладельцу. «Дяденька, дяденька!» Снова в той же последовательности стали появляться ворон, пёсик, нетопырь, курица и незаметные под ногами, но острозубые мыши. У богатыря даже нашлись и бесплатные помощники из тех, кто заявился на ярмарку просто поглазеть. Они тоже знали множество смертоносных примет. Купец, у которого, оказывается, в далёком Чураканде и вправду поздно зацвёл персиковый сад, быстро раскаялся в своей опрометчивой покупке и начал высматривать, кому бы сбагрить такого неудобного коня. Дальше Жихарю вмешиваться не пришлось. Доброхотов было навалом. Он приглядывал издали. Пернатые четвероногие участники заговора честно отрабатывали обещанную награду. Налим то и дело переходил из рук в руки, всякий раз стремительно теряя цену, хотя каждая сделка и отслеживалась полилюевыми помощниками, неукоснительно собиравшими всё скудеющий налог. И богатырь всякий раз опасался, что нарвётся Налим на такого покупателя, который не верит ни в сон, ни в чёх, ни в вороний грай. Такого, к счастью, не обнаружилось. Последним владельцем Налима стал совсем молодой парнишка из степняков. Он растерянно оглядывался и всхлипывал, поскольку степняцкие приметы за небольшим исключением совпадают с лесными. На приобретённого коня он смотрел с ужасом, ожидая немедленной кончины. «Не плачь, сынок», – великодушно сказал богатырь. «Я тебе найду покупателя». И повёл Налима вместе с плачущим степняком на постоялый двор. Ярмарочный староста, водяник и колобок сидели за столом, спорили о чём-то. Колобок, впрочем, сидел на столе, свесив ножки в новеньких лопоточках. Ёному степняку предложили цену вдвое больше той, что заплатил он сам, так что придраться полилюй ни к чему не смог, хоть и старался. Добрый жихрь даже заплатил за парнишку налог с продаж. Полилюй тряс головой, отгоняя наваждение. «Не головой тряси, а мощной», – тихонько сказал богатырь. «Мы уж так и быть, про заклад никому говорить не будем, чтоб тебя не позорить. Свидетели, небось, твои люди не проболтаются». «Быть, половину уступите», – попросил Полилюй. «Наче расстанемся врагами». «Прежде надо было глядеть», – сурово сказал колобок. В конце концов сошлись на третьей заклада. Старосты и тому был рад. «Ты, конечно, нам на обратном пути устроишь засаду», – сказал мутило. «Я тебя знаю, ты так лучше побереги людей». «Да как вы на меня подумать могли», – вскричал Полилюй. «Да я за столько лет, да вы, да я…» Мировую подвел всему итог богатырь. На мировую он расщедрился. Благо было с чего. Люди на ярмарке удивлялись, что староста среди бела дня перестал надзирать за торгом и сидит в кабаке, словно все прочие, поедая копченого гуся и запивая его ковшами вина и зимнего пива. Отсутствием Полилюй немедленно воспользовались злодеи, потому что с улицы в кабак стали доноситься возмущенные вопли. На море, на океане, на острове, на Буяне стоит железный сундук, а в железном сундуке лежат ножи булатные. Поддите вы ножи булатные к тому и сякому вору, рубите его тело, колите его сердце, чтобы он, вор, воротил по кражу купца злыдаря, чтобы он не утаил ни синя пороха, а выдал бы все сполна. Будь ты, вор, проклят моим сильным заговором в землю преисподнюю, за горы Араратские, в смолу кипучую, в залу горючую, в тину болотную, в плотину мельничную, в дом бездонный, в кувшин банный. Будь прибит к притолоке осиновым колом, из сушен, сушен травы, заморожен пущей леда, окривея, хромея, шаляя, деревенея, одурей, обезручая, голодая, тащай в грязи, валяйся с людьми, не смыкайся и не своей смертью умри. Крепкий был заговор. Такое, что даже людям, не имевшим ни малейшего касательства по краже, стало не по себе. Каково ж тогда приходилось вору? Разберу, замахнул рукой по лилюй и снова начал втолковывать жихарю насчет каких-то неведомых прямых поставок, от которых многоборью случится немалая прибыль. Хватит о делах, подал голос колобок. В пищеных, правда, не нуждался, зато вино, оказывается, мог употреблять не хуже человека или водяника. Выпить вина, прибавить ума. Куда тебе еще прибавлять, сказал мутило. И так уж поперек, глазу пальца не видишь. Нонсенс, абсурд, реникса, заругался колобок. Я на брашке мешан, на крепком меду ставлен. Попей, попей, увидишь чертей, пообещал богатык. Я вас и так вижу, который день, сказал гомункул. Всех шестерых. Ох, сколь светел стал, изумился жихарь. И с чего бы? А с того, что лишь дурацкую голову хмель не берет, не растерялся колобок. Потом обхватил толстые щеки лапками и затянул. Вы не веетесь, враждебные вихри, над моею больной головой. Не гнетите, о темные силы, вы так злобно народ трудовой. Над седою равниною моря ветер тучи собрать норовит. Но певец со стихиею споря всех утешит и озадоровит. Эту песню, подобную стону, я не с бухты барахты сложил. На мешке с золотом сидит, а сам горюет. Числиво сказал полилюй. Чего плачешь-то? Людей жалко, прорыдал колобок. Бабку с дедом особенно, как они без меня дам? И мне людей жалко, неожиданно присоединился к нему водяник. Живут, помалу, мучаются, помногу. В воде захлебываются. И тоже заплакал пресными слезами. Наконец, даже людям стало жалко самих себя. Жизнь мимо меня прошла, тосковал полилюй. Весь свой век на ярмарке провел. Для себя я не посуществовал. Только во сне сдалось, что на свете жилось. А я сирота, меня всякий обидит, норовит, вспомнил жихрь все свои давние огорчения. Так давай я тебя усыновлю, рассчедрился полилюй. А то над кого ж мне ярмарку оставить, когда безносая в темечко клюнет. Спасибо, сказал жихрь. Но мне ведь княжеское родословие надобно. Высокое происхождение. Чтоб за глаза не кликали под заборником. Дедушка, полилюй, ты ведь здесь на месте сидючи получаешь от торговых гостей вести со всего света. Может, слыхал что-нибудь о моих младенческих годах. Мне ведь кот и дрозд ничего не сказывали. Да я по глупости и не спрашивал. А потом они сгинули и пропали неведомо куда. А полилюй оттер слезы концом бороды, задумался. Кот и дрозд, спросил он. Они сами, подтвердил жихрь. Разбойники, уточнил староста. Сущие разбойники, сказал богатырь. Хе, сказал полилюй. Никуда они не сгинули. Здесь они, неподалеку. Да ты что, подскочил жихрь. Пошли, засобирался полилюй. Только сам понимаешь, добрые вести, они дорогого стоят. От этих слов Колобок пришел в себя и стянул края денежного мешка в тугой узел. Рыдает, а про выгоду не забывает, пробормотал Мутила. А я-то думал, он уже до зеленых людей допился. Сочтемся, коли толк выйдет, сказал жихрь, который тоже не собирался швыряться нежданной прибылью. Полилюй свистнул стражников и приставил их к мешку. Потом снял шапку, вынул из нее иглу с ниткой и неверной рукой зашил краучиком поместительные карманы. Да и мы губы за шею посоветовал богатырь, а то за обе щеки понапихают. Я остаюсь, объявил Колобок. Я хоть и без зубов пока, но руки шаловливые любому отрезу. Оставайся, куда тебя такого в люди везти, разрешил жихрь. И я остаюсь, сказал Мутила, потому что мало ли что. Так одни остались, а другие пошли прочь. Субтитры сделал DimaTorzok